О санкциях Запада и о том, как они сейчас работают, какой эффект имеют, будем говорить, далее с нашей гостью, она уже с нами на связи, Андрея Каллан, официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба о том, что путинская газовая война против Европы — это продолжение войны в Украине. Сейчас безумно много спекуляций со стороны кремлевской прессы, со стороны кремлевских СМИ о том, что якобы санкции, в том числе, которые внедряют и Соединенные Штаты Америки, способствуют, это все адресовано, направлено на то, чтобы обезоружить Российскую Федерацию, оставить война именно против Российской Федерации и россиян в частности. Как вы считаете, каким образом сейчас весь мир должен объяснять и доносить информацию, что это не против России, это санкции, которые способствуют тому, чтобы экономика Российской Федерации сейчас не могла спонсировать, например, те же военные действия, которые Россия проводит в Украине? Это направлено на то, чтобы сейчас мир не потерпал от голода из-за действий Путина. Что сейчас должны страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, делать, чтобы все-таки разъяснить и донести, почему же сейчас мир вводит санкции? Как считаете? Ну, действительно, санкции вводят не против российского народа, ни в коем случае. Это против Кремля, это чтобы Путин и его круг меняли их действия. И мы видим, что эти санкции очень эффективно работают. Мы видим, что сейчас в России экономика падает, бизнесы уходят. Это показывает, что люди, бизнесмены и компании, и люди во всем мире не хотят иметь дело с Путиным и с его кругом. Так что, и очень важно подчеркнуть здесь, что нет санкций на медикаменты и на продукты, но есть специальные санкции именно, чтобы Путин и его круг не могут финансировать дальше их войну против Украины. И чтобы они меняли свои действия и просто положили конец войны против Украины, и чтобы мы можем жить мирно. Но вот сейчас США вместе с нашими партнерами во всем мире мы координируем наши санкции, мы координируем наши действия. И это как раз очень важно, потому что, когда мы работаем вместе, когда страны действуют вместе и в координарном виде, мы можем оказать даже больше давления на Путина. И это то, что нужно сейчас, чтобы реально можно менять ситуацию и положить конец этой ужасной войне против Украины. Андрей, в свою очередь, видим, что вопреки таким массированным санкциям, вы говорите, это подтверждает экономика, экономисты подтверждают, экономика Российской Федерации идет на спадок, бизнес уходит. Но, как видим, Путина это не останавливает. Путин готов даже жертвовать своими людьми, россиянами, которые этого же Путина и выбирали. Говорит ли это о том, что Путина не остановит даже самый, условно говоря, 15-й пакет санкций, и он все равно будет продолжать вытаскивать по факту из кошельков россиян последние деньги, чтобы запускать ракеты по Украине и уничтожать несуществующих нацистов, националистов? Ну, здесь дезинформация играет огромную роль, потому что российский народ не слышит правду. Они видят, что продуктов нет, они видят, что компания уходит, но они не получают полной информации о причине для этого. И вот наше дело — говорить с ними и сказать им, почему эти санкции вводят, чтобы это не против них. И мы это делаем с нашей стороны, со стороны США, со стороны Госдепартамента. Мы это делаем через соцсеть, пытаемся говорить с российским народом через наш телеграм-канал США по-русски. И очень хорошо, что есть русскоговорящие каналы, как ваш телеканал, которые могут объяснить им реальные ситуации. Потому что один пакет санкций, 15 пакет санкций — это не изменит ситуацию без другой давления. Тоже, кроме санкций, США вместе с нашими партнерами продолжают оказать помощь Украине, военную помощь, гуманитарную помощь. И также встречаемся с нашими партнерами во всем мире. Мы видим сейчас, например, что министр Лавров в Африке имеет много встреч с разными лидерами и говорит просто то, что он говорит о ситуации в Украине, не соответствует действительности. И вот наше дело объяснить реальной ситуации, чтобы люди поняли именно, что Россия делает, что это действие России, которое создает производственный кризис во всем мире. И что нам нужно объяснить людям внутри России и тоже во всем мире, почему мы делаем эти санкции, почему нужно продолжать поддерживать Украину и почему нужно продолжать оказать максимальное давление на Путина. По тем шагам, которые делают сейчас Соединенные Штаты Америки, тоже известно, что США будут работать с партнерами, чтобы заставить Москву выполнить соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна после российского удара по Одесскому порту. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс и при этом он отметил, что Кремль таким образом продолжает намеренно препятствовать доставке крайне необходимого продовольствия во многие беднейшие страны. Давайте услышим. Вызывающее нападение России на портовый город Одесса только через 24 часа после подписания этого соглашения, безусловно, подрывает доверие к обязательствам России перед другими сторонами этого соглашения – ООН, Турцией и Украиной. Несмотря на эти удары, мы понимаем, что стороны продолжают подготовку к разблокированию черноморских портов Украины для экспорта продовольствия и удобрений. Москва таким образом продолжает намеренно препятствовать доставке крайне необходимого продовольствия во многие беднейшие страны мира. Соединенные Штаты в дальнейшем ожидают, что Черноморское соглашение будет имплементировано. Вашингтон будет работать с партнерами по всему миру, чтобы добиться от Москвы ответственного выполнения достигнутого соглашения. Нед Прайс – представитель Госдепартамента США. Андрей, как вы считаете, о каких последствиях сейчас можно говорить в связи с такой блокировкой со стороны России Одесских портов? Потому что, например, ранее было заявление от господина Блинки, она говорила, что от голода из-за войны, которую начала Российская Федерация в Украине, может до 40 миллионов человек страдать, потерпать и ощущать на себе. О каких последствиях сейчас на данный момент известно, чего можно ожидать из-за вот таких действий Российской Федерации? И как лично вы думаете, что с этим нужно делать и как против этого бороться? Ну, во-первых, нужно, чтобы Россия выполнила свои обязательства по этим договорам. Нужно, чтобы зерно из Украины могло быть доставлено туда, куда надо. Вот это, во-первых. Ну, мы видим, что Россия продолжает с атаками, с ракетными атаками на Украину. Будем надеяться, что Россия выполнит свое соглашение, потому что это крайне важно. Как мы видим, столько людей могут страдать из-за голода, из-за агрессии России. И это крайне важно, не только для Украины, а для стран во всем мире. Но если Россия продолжает свою агрессию против Украины, если Россия продолжает блокировать порты, если Россия продолжает препятствовать доставке зерна из Украины, это может иметь очень серьезные последствия и в будущем. Не только через месяц, через два месяца, а это нарушает весь процесс. Потому что скоро будет урожай, новый урожай, и нужно, чтобы этот процесс продолжался. И это очень сложно сейчас, когда Украина не может вывести зерна. Так что мы работаем над этим, с нашими партнерами. Мы говорим часто с нашими коллегами в Украине, что нужно делать, чтобы помочь на разных фронтах, в экономических вопросах обороны, гуманитарной помощи и так далее. И будем следить, как Россия действительно будет выполнить свои обязательства по этим договорам. Андрея, сейчас мы видим, договоренности есть. Зерно, вопреки тому, что Российская Федерация провела обстрел Одесского порта, все равно договоренности придерживаются. И в течение нескольких дней уже предварительно первые корабли должны выполнить отправку зерна. Но мы видим семь пакетов санкций, утвержденных против Российской Федерации. Российская Федерация несет огромные, колоссальные экономические потери. Это сказывается на ком? Конечно же, на самих россиянах. Но какой еще, по вашему мнению, есть такой мощный рычаг влияния на Путина, на его окружение, на экономику Российской Федерации? Я не говорю о восьмом пакете санкций. Возможно, это что-то большее. Какие есть наработки? Ну, нужно делать все, что Путин не может финансировать свою войну. Если у Путина нет средств, чтобы продолжать войну против Украины, тогда война скорее заканчивается. И нужно показать российским народам, что все, что делаем, это не против них. Потому что они страдают из-за того, что экономика падает. Но вот как раз нужно показать, что Путин виноват. Он выбрал эту войну, и это его выбор продолжает эту войну. Так что все санкции направлены на то, чтобы показать ему, что нужно остановить свое действие, и чтобы делать все возможности, чтобы у него не было финансов, чтобы продолжать войну против Украины. Известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографии отправки в Украину очередной партии вооружения из Соединенных Штатов Америки. В новую партию военной помощи входят дополнительные РСЗО «Хаймерс» и дроны «Камикадзе» «Феникс Гост». И вот как ранее заявляли в Минобороны США, бойцам ВСУ планируется передать около 580 этих «Феникс Гост» и 4 «Хаймерс» и другое вооружение. Говоря о тяжелом вооружении, Андре, что известно по дальнейшей помощи? Известно ли сейчас, и можно ли об этом сейчас говорить и озвучивать со стороны Соединенных Штатов Америки? Помощь, которая будет в будущем, у меня нет информации конкретно, что будет. Но мы видим, что эти «Хаймерс» очень эффективно действуют в Украине. Украинские войска очень эффективно используют эти «Хаймерс», чтобы бороться с российской агрессией и чтобы иметь лучшие позиции на поле боя. И это именно то, что нам нужно. Нужно, чтобы дать Украине все, чтобы она могла занять лучшие позиции на поле боя, чтобы потом, когда наступает время, сидеть за столом переговоров, чтобы она имела самую сильную позицию. Продолжаем говорить на эту тему с нашими партнерами. Продолжаем регулярно с нашими коллегами из Минобороны Украины обсуждать, что именно им нужно. Это меняется каждый день, потому что ситуация меняется каждый день. И мы тогда увидим со следующим заявлением о помощи, что больше можем дать Украине, чтобы защищать себя от российской агрессии. Почему мы перешли на тему как раз предоставления военной техники? Потому что, по факту, военная техника, предоставляемая как раз Соединенными Штатами Америки с западными партнерами, уничтожает боевые склады и военную технику Российской Федерации, что тоже за собой несет так колоссальные экономические потери. И, к слову говоря, санкции вводятся еще не для того, чтобы развалить экономику России, а для того, чтобы Российская Федерация не имела возможности вести войну. Кроме вас, Андрея, такое мнение еще в нашем эфире высказал Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций. Давайте еще его мнение услышим как экономиста. Чтобы в конечном итоге перед российской элитой и перед российским правящим классом стала очень простая проблема – пушки или масло. И вот, собственно, в этом как раз идея, так сказать, санкций. Мы доводим экономическую ситуацию до такого уровня, когда, собственно, любой правитель для того, чтобы остаться у власти, он говорит, вы знаете, все, пушки закончились, теперь нужно заниматься проблемами масла. И это как раз именно то, о чем говорят наши партнеры, о чем говорим мы. Ослабить Россию до такой степени, чтобы она не могла вести полномасштабную агрессию против Украины. Но это совсем не означает, что даже в этой ситуации Россия успокоится и, знаете, сразу полюбит Украину, станет просить у нас прощения. Понятно, что дальше все будет зависеть от изменения в политическом режиме. Вот в свою очередь скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, точнее, можно ли спрогнозировать в целом, какой будет российская экономика после внедрения всех этих санкций в дальнейшем? Потому что, опять же, как говорят экономисты, нельзя сразу же ждать каких-то результатов на следующий же день после внедрения санкций. Это довольно-таки долгий процесс. Какой он? Ну, это действительно долгий процесс. И многие хотят, чтобы на следующий день после внедрения санкций, чтобы был какой-то результат, что можно сказать, ух, санкции действуют. Это очень длинный процесс, и нам нужно просто продолжать оказать максимальное давление. И это вот эта решимость указать максимальное давление на долгий, длинный период, который будет иметь хороший результат. Если мы можем показать Путину, что мы, западные страны, мы работаем вместе, и мы поддерживаем Украину, и будем поддерживать Украину на долгий перспектив. И что мы готовы ввести даже жесткие санкции в будущем, это тогда будет иметь последствия, будет иметь эффект, будет показать Путину, что действительно его решение ввести войну против Украины будет неуспешной, и эта война, он не может выиграть эту войну. И таким образом будем продолжать оказать давление, будем продолжать ввести санкции, и будем поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы положить конец этой войне. И самое главное, на чем стоит сакцентировать внимание, что важность этих санкций не потому что, как говорят в Российской Федерации, это делается все против того, чтобы захватить Россию, захватить российские земли. Нет, это делается только ради того, чтобы надавить на Путина, чтобы он перестал обстреливать и запускать ракеты по мирным городам Украины, чтобы гибли мирные люди, украинцы. Вам, Андрея, огромное спасибо за то, что присоединились к эфиру. Андрея Каланна, официальный представитель Госдепартамента США, была напрямую в связи с нашей студией.